Доброе утро, друзья! Сегодня среда, сегодня 20 мая, сегодня настроение прекрасное, как всегда в студии хорошего настроения. Ольга Бурлакова, Александр Меженны, рады вас видеть, но, друзья, делимся информацией о том, что 79 лет назад, 20 мая 1936 года, родился первый белорусский олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Олег Караваев. И по этому поводу у нас сегодня есть гости. Прославленный борец, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 1988 года, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Республики Беларусь, командар Маджидов. Доброе утро! А также старший тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе Александр Козовский. Доброе утро, Александр! Доброе утро! Мы благодарны вам, что вы к нам пришли. Мы вас, можно сказать, выдернули из зала. Но давайте поговорим о фигуре непосредственно Олега Караваева для начала. Что вы можете рассказать нам? Его знаменитая победа в 1960 году на Олимпиаде. На Олимпиаде в Риме Олег Караваев стал олимпийским чемпионом. Очень неординарный человек. В 16 лет он пришел заниматься борьбой. И уже через 4 года первый раз завывал золото чемпионата Советского Союза среди взрослых. Это такие данные? Благодаря своей гибкости, чувствительности, скоростным он очень быстро осваивал приемы. И что ему давало не только их проводить, но еще у него был свой караваевский стиль. И недаром, что на Олимпийских играх в Риме он был признан самым техничным борцом турнира. А повлияла его победа, в принципе, на развитие белорусского спорта? Конечно, в 60-е годы тогда на футбол, на борьбу, на хоккей ходили очень много болельщиков. И вот эта победа, Олимпийская победа, она, конечно, повлияла. Залы были переполнены. Борьба и так была популярна и в спорте, и все виды борьбы. И самбо, и дзюдо, и греко-римская. Тогда она была классическая и вольная. Поэтому, конечно, победа, победа это всегда, как и победа командара на Олимпийских играх. Она тоже повлияла. Это был новый толчок в развитии белорусской борьбы. И всего у нас два олимпийских чемпиона. И вот наш сегодняшний удивительный гость, командар. Вот вам легко далась победа на Олимпийских играх? Вообще в жизни ничего легко не дается. В жизни надо трудиться, стремиться и хотеть. Большой труд всегда, как говорится, выходит на хороший рубеж. Олимпийские игры вообще отличаются от всех видов соревнований. Олимпийские игры может выиграть даже... Иногда бывает, что вот вы много проходили Олимпийских игр. Есть люди, которые могут и пять раз, и шесть раз выиграть чемпионаты мира. Но на Олимпиадах у них не получалось. Поэтому надо больше совладать с собой. И как-то готовиться к психологическим моментам. Здесь даже больше психологический момент, чем такое технические лета. Командар, а вы с какого возраста начали заниматься? Я занимался с 12 лет в Грузии, 100 километров от Тбилиси, Маниси называется город. Там у нас, кроме борьбы, приехали два специалиста. Была борьба греко-римская и вольная. Ну, мне что-то ребята затащили в греко-римскую. И мне как понравилось, и до сегодняшнего дня... А первые результаты вот когда ощутили? Ну, первые, конечно, ощутили, что был в 38 килограмм боролся, 35. Это районные деревенские соревнования. Оно шло по нарастающей. И побеждали. Ну, выигрывал было. Вот вы назвали два вида борьбы. Греко-римская, вольная. Давайте мы для наших телезрителей расскажем разницу в чем. Да, для многих, потому что где-то похожа. Да, потому что для людей иногда, знаете, борется и борется. А каких-то там основ даже не знаем, на что обращать внимание. Я думаю, что вольная греко-римская отличается тем, что греко-римская борьба выше пояса. Нас ногами нельзя цеплять. У нас руками за ноги нельзя хватать. У нас чисто борьба идет выше пояса, на руках, и больше надо думать. Ну, греки и римляне к этому группу приложили непосредственно. Конечно. Это же, вы же помните, один из исторических, один из древнейших видов спорта. Это один из флагманов было Олимпийского движения. Еще тогда были это борьба, там кулачные бои, метание копья. Вот эти вот такие. Вот это основа вообще Олимпийского движения. Ну, то есть, получается, в вольной борьбе разрешены захваты ног, а в греко-римской исключительно верхней. Вешепояс у нас. Ну, в принципе, это была еще борьба 704-й год до нашей эры. Представляете, сколько? Первые Олимпийские игры, еще античные были проведены. И там была борьба, входила она в пять видов спорта. То есть, один атлет, он должен был, как пятиборья, ну, это пентатлон был, вот он должен был участвовать в бег, метание копья, метание диска, прыжки, вот борьба. И многие, в том числе, Пифагор и Панкрат, они занимались борьбой. То есть, это было, почему греко-римская стала, а потом увлеклись римляне. Вот у них была, развивалась борьба, это были элементы борьбы в кулачном бое и в гладиаторских боях. И практически до конца 4-го века, пока не распалась Римская империя, проводились Олимпийские игры. И потом, вообще-то, борьба, скажем так, перестала существовать в Олимпийские игры. Вот, и только в 18-м веке уже во Франции вновь возродилась борьба, где они создали новые правила, не новые правила, правила это были одинаковые, то есть, соперника было положить на лопатки, но к этому добавились еще определенные, это должно было быть обязательно ковры, обязательно трикот, то есть форма какая-то появилась. И вот с 18-го века эту борьбу уже греко-римскую называли французскую. Какое-то время потом была классическая борьба, но сейчас вернулись к первоисточнику. Она греко-римская была. Стала греко-римская. Александр, давайте какой-то небольшой анализ проведем, вот, может быть, даже не будем сравнивать, но вот сейчас, на данный момент, каких успехов добиваются в этом виде спорта наши белорусские спортсмены? Какой уровень? Ну, как раз вовремя вопрос, потому что в этом году у нас будет первый чемпионат мира, вернее, не чемпионат мира, а первый этап отбора лицензии на Олимпийские игры. Это будет на чемпионате мира в Лас-Вегасе. Вот. И, в общем-то, говоря по команде, конечно, есть у нас, и благодаря командару Бафалевичу Маджидову, который передал сборную команду, вот, есть у нас чемпион Европы Эльбек Тажиев, чемпион Европы и призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Тимофей Дениченко. Вот. Призер чемпионата мира Гамзатов. Призер чемпионата мира Гамзатов. Подошли ребята, которые вот за это четырехлетие именно подходят уже, я думаю, что вот-вот должны быть медали. Это, значит, Александр Гробовик. Вот. Призер Европы есть в тяжелом весе Иосиф Чугашвили. И, я думаю, что вот повторит, может быть, подвиг командара Бафалевича. И у нас Михаил Семенов, который еще в Пекине был бронзовым призером Олимпийских игр. Поэтому команда есть. Очень бы хотелось, чтобы была еще и удача. Я предлагаю еще поговорить про Олега Караваева. У нас проводится ряд турниров. Один как раз-таки памяти Олега Караваева. Вы, может быть, нам расскажете о том, когда будет проводиться турнир, какие турниры вообще проводятся, и как у нас ситуация в стране с популяризацией этого вида спорта. Ну, турнир Караваева, он уже традиционно проводится в ноябре месяце. Где-то мы меняем один-два дня, но где-то 19-е, 20-е числа. Вот. Проводится он в необычном формате, в кубковом. Такого турнира в мире в таком формате не проводится. И, в общем-то, кубковые соревнования – это борьба стенка на стенку, где каждый результат вносится в командный зачет. К нам приезжает интересная команда. Команды в этом году. Да, традиционно. Россия, Украина, Грузия, Соединенные Штаты Америки. Поляки приезжают, поддерживают. Литовцы, казахи. То есть у нас такое традиционное. Кто-то где-то, может быть, какой-то год пропускает, но традиционно 8-10 команд всегда присутствуют. А много ли детей сейчас идут в греко-римскую борьбу? И вообще вот сейчас есть уникальная возможность. Саша заговорил о популяризации. Так вот, как раз-таки можно призвать мальчишек идти в греко-римскую борьбу. Почему? И, может быть, несколько советов родителям, с какого возраста и какие, может быть, данные должны быть у ребенка? Популярна борьба. И, вы знаете, наверное, может быть, не настолько она популярна, как футбол, хоккей, но это популярно больше для родителей. Потому что, поверьте мне, это я уже обращаюсь и к родителям, и к зрителям, что ребенок, который пройдет через школу борьбы, поверьте мне, это будет не зря. Ссадины, синяки, травмы случаются. Ну, начинается с того, что, в общем-то, ребенок, который приходит в зал, где-то в 9 лет, первый год он, в общем-то, не занимается борьбой, он ходит на борьбу, но занимается общефизическим развитием. Это гибкость, ловкость, акробатика, гимнастика, игровые виды спорта, чтобы подвижность была. А ограничения по возрасту есть? Нет. И сегодня у нас проводятся чемпионаты Европы и мира по ветеранам, это до 70 лет ветерана. То есть все возможно. Поэтому можно вернуться. Ну и сегодня еще хотел сказать, что, конечно, сейчас очень много видов спорта, не забывайте про это, и приходит каждый, кто успеет, тот схватит, называйте. Конечно, я считаю, что все равно борец придет в борьбу, футболист пойдет на футбол, хоккеист пойдет на хоккей. Так что все равно каждый вид спорта найдет своих представителей, детей, которые придут и будут заниматься этим видом спорта. Но если брать по, скажем, по физическим параметрам, я думаю, что самые атлетичные готовы – это борцы греко-римского стиля. Потому что все античные эти рисования именно делали с них. Многие не знают. Командар Бафалевич, конечно, патриот нашего вида спорта. Что вы видите, что все к тому, что греко-римская борьба, не был бы он, конечно, олимпийским чемпионом, если бы не был патриот. Так и должно быть. Ну, извините, даже Сократ, Гиппократ были олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе. Не просто так же. Да. Да. Здорово. Ну что ж, мы всем нашим телезрителям желаем найти свой вид спорта. Спорт по душе. Ну а сегодня секреты греко-римской борьбы в студии «Хорошего настроения» нам помогали раскрыть старший тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе Александр Козовский, а также олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Республики Беларусь Командар Маджидов. Спасибо вам огромное. Спасибо вам тоже. Здорово вам и хорошего дня. Дорогие друзья, прямо сейчас наши гости покажут нам пару приемов, а вы пока новости смотрите 24 часа. Держись, Саша.